Новости в прямом эфире на телеканале Новая Одесса В студии Антон Равицкий Врадиевским насильникам зачитали обвинительный приговор Кроме прочего, в документе указано, что один из подсудимых, капитан милиции Евгений Дрыжак скрывал дома заявление людей о кражу кур и мобильных телефонов В СМИ со ссылкой на прокуратуру есть также сообщение, что он хранил дома и наркотические вещества Напомним, сегодня проходил суд по делу об изнасиловании и избиении жительницы села Врадиевка Николаевской области Ирины Крошковой Обвиняемые двое сотрудников милиции Евгений Дрыжак и Дмитрий Полищук, а также местный таксист Сергей Рябиненко Этот случай спровоцировал во Врадиевке массовые акции протеста Односельчане Ирины Крошковой требовали наказать виновных и даже пошли на штурм местного отделения милиции Костусева в отставку С такими лозунгами обманутые одесситы вышли на митинг под стены горсовета Вкладчики печально известной строительной компании «Альянс» ждут свое законное жилье уже более 7 лет Тем не менее, чиновники попросили отчаявшихся людей подождать еще немного Подробности в сюжете Дмитрия Долматова Без квартир и без денег оставленные на произвол судьбы одесситы не понимают Почему городская власть допускает жилищные махинации И не пытается решить проблемы одесских долгостроев Кроме того, по мнению митингующих, чиновники умышленно откладывают дело в долгий ящик Зачем нам депутаты, которые не один из депутатов, за 6 лет не выступил и сказал Люди, вы подумайте, у нас каждого бизнес Если мы даже сбросимся для этой тысячи одесситов, то мы даже еще 5 домов построим Больше пяти лет обманутые вкладчики ходят к зданию горсовета как на работу Вот только результаты пока неутешительные В недостроенном виде осталось еще 5 домов Инвесторы готовы оплатить часть всей стоимости строительства А это порядка 7 миллионов долларов Лишь бы наконец-то получить законное жилье Сделайте общие строительные работы Фасады, ремонты в парадных, подведение коммуникаций Все работы, касаемые внутри квартиры Мы берем на себя, там, двери, стяжки, электрика Разобраться в ситуации не может даже суд По крайней мере, бесплатно Люди, потерявшие сотни тысяч гривен, оказались в абсурдной ситуации Чтобы вернуть деньги обратно, сперва необходимо оплатить госпошлину А суд нам говорит, вы знаете, каждый заплатите пошлину по 3,5 тысячи гривен Потому что вы инвесторы, вот то, чтобы как бы только для того, чтобы подтвердить факт того, что мы купили эти квартиры Мы должны государству еще заплатить 3,5 тысячи гривен пошлины Чиновники предлагают вкладчикам 4 новых застройщиков Правда, на каких основаниях планируют выполнять строительные работы, пока неизвестно Если в ближайшие дни горсовет не откликнется на требования митингующих Одесситы угрожают перекрыть важнейшие транспортные артерии города Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса Одесский Раскольников Молодой мужчина напал на пенсионерку с топором От полученных травм женщина скончалась Милиция задержала 29-летнего гражданина соседнего государства Которого подозревают в совершении убийства и разбойного нападения На данный момент он находится в Одесском СИЗО Детали в сюжете Трагедия произошла в одном из домов в Канатном переулке 72-летнюю пенсионерку нашли убитой в собственной квартире По данным милиции, женщина сдала одну из своих комнат молодому мужчине Который впоследствии сознался в совершении преступления Мы с ней поссорились, она стала меня выгонять Сказала, что я пьяный Я сказал, что у меня еще заплачено за сутки Она пошла к окну звонить, сказала, что будут звонить в милицию Так как в России я был в розыске, я испугался Недолго думая, злоумышленник схватился за топор и ударил хозяйку квартиры по голове После чего забрал деньги и мобильный телефон жертвы Спустя время мужчину задержали оперативники В настоящее время он арестован судом Находится в СИЗО города Одессы Привлекается по статье 115-й, часть 2 115-й, часть 1-я И также 107-я, часть 3-я Головного кодекса Украины Кроме того, задержанные подозреваются еще и в совершении убийства в 2009 году в Киеве Тогда жертве нанесли 63 ножевых ранения А также в совершении разбойного нападения весной этого года Пока мужчине грозит до 15 лет лишения свободы Валерия Наумова, Новая Одесса Мобильные технологии против близорукости В Одессе презентовали приложение для смартфонов, которое поможет выявлять нарушения зрения у детей и взрослых В разработке программы участвовали офтальмологи, специалисты Одесского института имени Филатова Создатели приложения намерены реализовать и другие наработки одесских ученых Подробности выясняла Валерия Наумова В течение длительного времени специалисты-офтальмологи создавали множество приборов, чтобы выяснить, есть ли у пациента проблемы со зрением Сегодня для этого нужен обычный мобильный телефон, чтобы установить, нужны вам очки или не нужны В музее института глазных болезней имени Академика Филатова собраны разработки за последние полтора века Однако, начиная с 2000-х, одесские ученые активно внедряют в лечение и профилактику заболеваний зрения высокие технологии Приложение Добрый Бачу – совместная разработка одесских офтальмологов и одного из мобильных операторов Украины Программа включает в себя несколько тестов Для того, чтобы пройти его, нужно просто нажать соответствующие кнопочки Здесь нужно поочередно закрывать глазки, один, потом второй И, соответственно, потом человек смотрит, что получилось в результате Если его картинка не соответствует ничему из предложенных, значит с зрением все в порядке А еще набор упражнений для тренировки глаз, как для взрослых, так и для детей Сегодня, по словам специалистов, проблемы со зрением у каждого второго ребенка Виной тому постоянная работа за монитором, компьютерные игры и прочее Есть целый ряд признаков того, что зрительная система детей утомляется Зрительная и не только зрительная, еще и нервная Примерно 40-60% детей со спазмами аккомодации, с близорукостью Офтальмологи уже разрабатывают и другие компьютерные программы, которые позволяют тренировать подвижность глаза, реакции зрачка и многое другое И даже используют для профилактики заболеваний современные кинотеатры Мы некоторым детям даже рекомендуем программы 3D И даже говорим, пожалуйста, родители, посещайте кино с 3D для того, чтобы развивать у них телескопическое зрение Мобильное приложение, которое, к слову, можно установить бесплатно, уже привлекло внимание пользователей Конечно, использование этой программы не исключает осмотры окулиста Но, возможно, сократит количество походов к врачу И позволит вовремя обратить внимание на проблемы со зрением Валерия Наумова, Олег Шпак, Новая Одесса Поход в театр всего за одну гривну Каждый желающий сможет посетить спектакль, поставленный по классическому произведению украинской литературы Подобную акцию устраивали в марте на Всемирный день театра Тогда желающих посетить театр было немало Раскупили все билеты О возможности для одесситов приобщиться к украинской классике расскажет в своем сюжете наш корреспондент Максим Шпат Ежемесячно на сцене украинского театра будут идти спектакли по произведениям классиков украинской литературы Стоимость билетов всего 1 гривна С 9 октября в Академическом Украинском музыкально-драматическом театре имени Василия Василько Стартует культурно-просветительская акция «Украинская классика» на сцене Это вызвало интерес и должна с радостью сказать, что ни одного билета уже в продаже нет Уже две недели на спектакль первый, который мы будем проводить ежемесячно Постараемся каждую третью среду, чтобы люди привыкли Эта акция дает еще такую возможность людям неимущим прийти в украинский театр И посмотреть спектакли, лучшие спектакли украинской классики И вот завтра мы спектаклем «За двумя зайцами» начинаем это доброе интересное начинание Постановку истории «За двумя зайцами» по пьесе Михаила Старицкого Которую любят зрители всех поколений Осуществил заслуженный деятель искусств Украины Владимир Туманов Теперь каждый желающий, вне зависимости от своего материального положения Сможет прийти в театр, заплатить одну гривну, насладиться блестящей актерской игрой И получить хорошее настроение, которого хватит до следующего месяца Максим Шпат, Алексей Кулигин, Новая Одесса В Одессу вернулось тепло Последний месяц все одесситы провели в ожидании бабьего лета, которое все не приходило Хорошие новости принесла новая неделя Воздух прогрелся до 13-14 градусов Но не рано ли радоваться, выяснял Вадим Шпаченко Самый холодный за последние годы сентябрь сделал из одесситов настоящих мерзнущих параноиков Как вдруг приглядело солнышко и в шапке, шарфе и даже перчатках внезапно стало жарко Но не рано ли радоваться, ведь на дворе уже как-никак октябрь Ветер с моря уже будет приносить именно достаточно прохладный воздух Именно в прибрежные районы города В центре, конечно, будет достаточно теплее Немножко теплее, чем на берегу При этом ночные температуры воздуха тоже будут повышаться До 13-14 октября особых изменений в таком достаточно благополучном процессе мы не ожидаем Таким образом, 6 градусов тепла – это самая минимальная температура, которую можно будет ожидать ночью до конца этой недели А днем воздух будет прогреваться и вовсе до 18-20 градусов Планы посидеть на льду всем экстремалам и авантюристам придется немного отложить В Одессе пусть и не самое теплое, но все же бабье лето Вадим Шпаченко, Алексей Кулигин и Эдуард Шендерович. Новая Одесса Вы смотрели новости на Новой Одессе Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам Телефон горячей линии 709-1010 Наш выпуск завершат проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды Увидимся с вами в 9 часов вечера В студии был Антон Равицкий Хороших вам новостей, до встречи В акциях протеста, прошедших накануне в Сан-Паулу и Республике, Рио-де-Жанейро приняли участие свыше 10 тысяч человек С наступлением темноты присоединившиеся к манифестантам члены анархистской группировки «Черный блок» Принялись громить магазины и банки, а также подожгли городской автобус В ответ полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ Демонстрация была организована профсоюзами, которые уже два месяца добиваются повышения зарплаты учителям Кроме того, организаторы акции протеста высказывались против чрезмерного, по их мнению, применения силы со стороны полиции Во время подавления учительских демонстраций неделю назад Три десятка спецмашин пожаротушения взяли в осаду правительственный квартал в Брюсселе Пожарные показательно подожгли шины, создав дымовую завесу возле кабинета премьер-министра Спасатели потребовали встречи с премьером Элио Дерупо, угрожая в противном случае блокировать вокзалы и аэропорты Этим демаршем служащие муниципальных спасательных бригад выразили недовольство низким финансированием Королевской Федерации пожарных спасателей Турция частично отгораживается от Сирии стеной Защитное сооружение высотой в 2 метра возводит на участки границы рядом с зоной частых боев Таким образом, Анкара попытается воспрепятствовать потоку нелегальных беженцев, которые минуют пропускные пункты, а также контрабанде наркотиков Стена перекроет собой лишь часть 900-километровой границы между Турцией и Сирией О точной протяженности сооружения пока не сообщается Адвокаты, задержанных в Печорском море, активисты в экологической организации Greenpeace заявили о намерении возбудить дело против России в международном суде Они собираются требовать их освобождения из-под ареста и жалуются на негуманные условия содержания узников в СИЗО Мурманской области Всего по обвинению в пиратстве российскими властями были арестованы 30 человек, представители 19 стран Они выступали против бурения и нефтедобычи в Арктике Президенту Аргентины 60-летней Кристине Фернандес де Киршнер во вторник удалили внутричерепную гематому После операции главу государства ожидает длительный восстановительный период Проблемы со здоровьем у госпожи Киршнер начались менее чем за три недели до парламентских выборов По всей видимости, она не сможет активно участвовать в кампании Это считают эксперты на руку оппозиции, которая рассчитывает изменить расклад сил в парламенте в свою пользу С 8 октября в обращение поступила обновленная 100-долларовая купюра На лицевой стороне банкноты красуется прежний Франклин, но появилась синяя трехмерная защитная лента Вплетенная в бумагу, а также дополнительные водяные знаки На фоне чернильницы медного цвета изображен колокол свободы Один из символов независимости Соединенных Штатов Запустить новинку в обращение планировали еще в 2011-м Однако из-за проблем с ее производством она увидела свет только сейчас Последний раз столь же радикально 100-долларовую купюру обновляли в 1996-м году В результате удара тайфуна Фиту в Восточном Китае пострадали около 6,5 миллионов человек Известно о 6 погибших и 4 пропавших без вести Прямой экономический ущерб, нанесенный провинцией, превысил 1 миллиард долларов В результате проливных дождей в водохранилищах превышен максимальный уровень воды Что создает опасность прорыва защитных дамб Между тем, к прибрежным провинциям Китая приближается новый тайфун Танос Уже 24-й тропический шторм, образовавшийся в Тихом океане в нынешнем сезоне На премию «Оскар» по итогам 2013 года претендует 76 фильмов на иностранном языке Об этом сообщили в Американской академии киноискусства Россию представляет лента режиссера Федора Бондарчука «Сталинград» Сценарий написали по мотивам романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» Создатели ленты определяют ее жанр как исторический экшен Короткий список иностранных фильмов-номинантов на «Оскар» гласят 16 января Сама же 86-я церемония вручения золотых статуэток состоится 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе 91-летнему рыцарю Ордена Британской империи актеру Сэру Кристоферу Ли Будет вручена высшая награда Британского института кино Торжественная церемония награждения состоится 19 октября во время вручения призов Лауреатам 57-го Лондонского кинофестиваля Кристофер Ли, сыгравший в более чем 250 фильмах, будет награжден за огромный и уникальный вклад в киноискусство Лондонский кинофестиваль стартует 9 октября На аукционе драгоценных камней «Содбес» в Гонконге крупнейший белый бриллиант был продан за 27 миллионов 300 тысяч долларов Таким образом, драгоценный камень весом в 118 карат побил предыдущий рекорд, установленный на этом аукционе в мае в Женеве В Австралии стартовали гонки на электромобилях Маршрут проходит через весь континент с севера на юг Организаторы предполагают, что 3000 километров участники преодолеют примерно за 50 часов То есть средняя скорость составит порядка 60 километров в час Абсолютный скоростной рекорд для электромобилей, установленный в 2005 году, составляет 103 километров в час Так что пока австралийские гонки поражают не столько скоростями, сколько дизайном электрокаров В Рижском зоопарке прошел чемпионат «Самая большая тыква Латвии» В финале за главный приз боролись 10 сельхозпроизводителей Победительницу состязания тыкву весом в 214 килограмм удалось поднять только при помощи спецтехники Завиксированный новый рекорд превышает прошлогодний почти на 50 килограмм Впрочем, латвийским тыквам еще далеко до самой большой на планете, вес которой свыше 821 килограмм Этот мировой рекорд в 2010 году был установлен в США и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса» Прогноз погоды от страховой компании «Теком» Как сообщают синоптики, в среду 9 октября в Одессе в течение дня будет облачно Ветер южный 3 метра в секунду Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба Относительная влажность воздуха 75% Температура воздуха ночью 9-10, днем 10-14 градусов со знаком плюс Не вистачило впевненности Страхова компания «Теком» Впевненность у квадрате